За нами действующий коттеджный поселок Продолжаются ремонтные работы Сверлят, пилят, люди живут, выгуливают собак И вот она выставка Open Village Прямо ее отделяет обычный шатер Где расположились организаторы И вот тут выставка Как это сделано? Не знаю, это по-моему сделано беспрецедентно Как со всеми договорились, но как-то договорились Все для того, чтобы показать нам не только Подручный материал, но и целые настоящие готовые дома Влад, скажите, я услышал, что вы вдохновлялись В начале и сейчас финской выставки Какой-то выставки канала Асунта Месуд, финский проект Который уже больше 50 лет 53 года или 54 года Это уникальный финский проект Который финны считают прямо своим фестивалем Таким финским И там действительно Асунта Месуд вывел Финляндию Вот на тот уровень Который, в принципе, и есть Чуть не врезался оператор Поэтому мы видели Там тоже самое готовые дома выставляются с превосходными участками Там на самом деле гораздо круче Потому что здесь мы показываем вот одноэтажные дома Вернее, ИЖС, да? А Асунта Месуд это вообще про жилье То есть если город строит, разрешает строить многоэтажные дома То они обязательно показывают квартиры в этих домах Дуплексы, квартиры, малоэтажка, ИЖС Вот это все Поэтому лучше, интереснее Но у них, понимаешь, ну 53 года, да? Мне 6-я выставка или 5-я Или они 53 года проводят И у них это, во-первых, государственный проект Это кооператив Я делаю здесь своими силами, да? И силами тех людей, которые в меня верят Соответственно, у нас разные абсолютно возможности Там государство продвигает А здесь мы, те люди, которые хотим сделать качественный рынок в ИЖС Да Вот я говорил с Сергеем Петрушевым, нашим коллегой-блогером Он говорит, что рынок приходит к общим стандартам Меньше дичи, что называется Ну, в общем, да Это вот ваша заслуга в том числе Заслуга ваших коллег Это заслуга всех тех, кто пропагандирует правильный подход к стройке Вот этих людей Не те, которые кричат А я строю дешевле А вот мой сосед плохо делает А я делаю круче его Это вот благодаря этим людям Как бы очень много людей попадают в заблуждение Им кажется, что можно дом дешево построить и так далее Ну, что там строить На самом деле дом построить это дорого Это как минимум 100 тысяч рублей метр квадратный Ну, вернее, не минимум Это вот такая серединка Можно назвать средненькой или от 100 тысяч Вот А государство знает про Open Village? Вот вы к вопросу о взаимодействии Частного государственного партнерства Ну, как сказать Вот вчера Позавчера я общался с секретарем министра строительства И она говорит Зачем вы прислали так много писем Как бы в Минстрой Все замы получили письма То есть мы им отправляем Для надежности Информацию Чтобы кто-то прочитал Вот Они знают, наверное, настолько Насколько могут себе это позволить Бизнесу очень важно, чтобы государство не мешало Государству очень легко помешать Бизнесу важно, чтобы государство не мешало Если уж не помогает А если государство увидит, что Open Village Закрывает именно тот вопрос, о котором президент говорит с 2012 года То, что нам нужно развивать ИЖС и так далее Освоение сельских территорий Федеральная программа Да То вполне возможно у нас будет быстрее что-то Да Но я не тороплюсь с этим Только потому, что если государство вдруг войдет в мой проект То этот проект не станет уже самостоятельным Слишком много отчетов, отчетности Кто-то может, министр может сказать Я хочу, чтобы было так Нет Здесь все-таки вот это ГЧП Государство и частное партнерство Оно должно быть взаимовыгодным Идеальный формат сотрудничества Я вот сейчас развиваю именно взаимовыгодное по сравнению с участниками То есть мы друг друга слушаем Если государство захочет слушать нас То мы, конечно, будем работать вместе Ну да И развивать Хорошо Ну вот замечаете, что лед как-то трогается Потому что вот сейчас ипотека на ИЖС появилась То есть какие-то вообще медленно, но что-то происходит двигается Да, где урбанизация по чуть-чуть шагает по стране И в том числе направленность Я скажу так, что, безусловно, идут улучшения Но государство, вот реально Вот если хоть один чиновник или сын, дочь Я не знаю, кто посмотрит и передаст людям И которые что-то принимают решение и решают Ребята, я искренне советую всем чиновникам поехать на финскую выставку Асунтамесут Объясню почему Вот Асунтамесут за месяц посещает от 130 до 270 тысяч человек Государство через этот проект уже давным-давно не рассказывает, как надо строить Компании уже не рассказывают про технологии, как мы здесь рассказываем Там показывают, как государство хочет, чтобы жили люди Вот так вот Государство обязательно строит детский садик Строит дом престарелых Они показывают, какие должны быть сады и дома престарелых И как должны люди жить То есть вот здесь живет среднее население с детьми Вот он садик А вот здесь престарелые, я уже заговариваюсь Которых одинокие И вот они могут с этими договориться За детьми ходить, с ними общаться А малый и старый, это один уровень, один возраст То есть всем хорошо И вот так вот пропагандирует будущую жизнь Как бы государство для своего населения Концепция сожительства какая-то Это только всего лишь маленькая часть А вот у них есть вакуумные подземные мусоропроводы То есть они убирают грузовую технику со своих новых микрорайонов Делают вакуумные в двух километрах мусороперерабатывающий заводик небольшой Вот жители микрорайона, у них давно уже раздельный мусор Они скидывают вакуумом, уносят все туда И там грузовик забирает И вот это всего лишь маленькие фишки Там строительство дома показывают из вторичных материалов Старые кирпичи, из них строят стекло старое Расплавили, сделала новое Вот понимаешь, вот там такой уровень Мы вот Open Village по сравнению с Асунтамесу Вот это люди бегающие с топорами за мамонтами Как бы с каменными А мамонты это чиновники Хорошая шутка На самом деле вот реально все, велосипеды есть И реально министрам надо поехать просто в Асунтамесу Осознать, что Open Village уже 6 лет работает на территории России И просто сказать Влад, а давай вместе, давай людям покажем новые комфортные поселки и микрорайоны Я скажу, давай, давай, и мы это сделаем Вот и все Как вообще схема, что тебе самое сложное? Я не до сих пор, я чуть-чуть уже привык к тому, что в действующем коттеджном поселке выставка Ну мы даже за скобками оставим, как договориться с собственниками Наверное, мало кому нравится, там куча припаркованных машин Вообще алгоритм, чтобы это все произошло Это за год начинается готовиться? Я тебе скажу так, нет, не за год Это готовится, вот сейчас я готовлю Open Village 23-24 Я вот сейчас схожу, мы говорим, а у меня мысли какие-то накапливаются, накапливаются То есть подготовка идет заранее Вообще в идеале, как у финнов У финнов на сегодняшний момент на 5 лет заключены договора Где пройдет выставка через 5 лет И они официально их опубликовали Но у них есть реально на 8 лет вперед, как бы, эти договора Просто они 3 года берут запасы, вдруг что-то поменяется Но 5 лет, вот они сказали, будет через 5 лет в Ювяску Ниже долларов, вдруг Не важно ничего, что там будет У них все, у них мэры меняются Мэр может прийти и сказать Ну, у нас, как может быть Человек меняется, чиновник, да Все обрубил Новое запускает, как бы У них такого не может У них мэр, который подавал голосование Заявку на участие Асунта Месут у себя в городе Он уже, его давно нет Новый пришел и продолжает это То есть не меняется ничего Поэтому, вот чтобы это все Чтобы вот Open Village состоялся Это нужно просто упорство моей команды Как бы, которая каждый год преодолевает Через не могу новые, новые, новые моменты У нас в этом году новых участников 35% И нам уже очень сложно Потому что те, кто нас не знает Они вот пришли, вот у нас все компании разные, да И он пришел, и там маркетолог, у которого корона на голове Он не знает, что такое Open Village, да А директор захотел, чтобы его компания была в Open Village И маркетолог вдруг решил себя тут проявить Какой он гений И начинает меня учить, как я должен провести выставку, да Я всегда собираю обратную связь И я к критике отношусь нормально Но я не отношусь нормально к людям Которые свою работу пытаются сделать Переместив на других И таких много очень То есть мне нужно всех поставить в рамки В определенные И где-то включить армейские законы И для того, чтобы все успевать Но, как ты видишь, мы и сейчас не все успели Все равно там что-то где-то пылится Где-то что-то там допиливает Потому что завтра уже пойдет конечный посетитель Конечный потребитель, да И завтра уже будет полная тишина Сегодня пресс-день Блогеры и профессионалы, застройщики здесь Сегодня день для тех, кто понимает Что стройка в России Она все-таки пока набирает свою форму правильную Пока вот те, кто не успел Они тоже очень хотят быть правильными компаниями Ну это знаешь, как даже горшечники Где-то в арабских странах, где-то на востоке Вот он делает идеальный кувшин И потом оставляет отпечаток пальца Чтобы был небольшой изъян Потому что идеальный один господ Бог может сделать Да, да, вот на самом деле Для тех людей, кто это понимает Как бы, да, он в любом случае Вот эту выставку для себя возьмет как большую пользу Здесь много реально всего интересного Но это, наверное, ты сам расскажешь и без меня Да, я бы хотел, Влад Вот у нас нас смотрят люди, которые Или уже переезжают Или пока мечтают переехать Вообще, естественно Для 90% людей покупка дома Это покупка первого дома в своей жизни Профессионалов мало На этом очень часто играют недобросовестные Добросовестные, да, продавцы Как вообще, ну, хоть чуть-чуть какого-то опыта хочется передать Чтобы ты, куда вообще идти Ну, понятно, проверенные компании, да Ну, какие-то объективные признаки Чего нужно бояться Где соломку постелить На самом деле, сейчас ответ будет не очень красивый Почему? Потому что Но с другой стороны, он будет очень честный и искренний Каждый человек, который задумался о стройке Если ему повезло узнать о Open Village раньше Ему нужно приехать сюда Почему? Потому что здесь, глядя вот на эти десятки домов Он отвечает себе на вопросы Эта терраса мне нравится, а эта не нравится Здесь высота потолка хорошая Здесь плохая Это окно мне нравится Это не нравится То есть он здесь отвечает уже на все вопросы С которыми он даже не думает, что он столкнется Как стоит дом Вот сейчас вечер, да, вот эта терраса Вот она в солнце Вот здесь сейчас находиться Это только тому, кто будет загорать Хочет загорать, да Посидеть, как бы, ну, все-таки жарковато будет Вот, вот эти все моменты Это очень важно Да, то есть вот здесь вот человек может пощупать Здесь дома, в которых люди уже прожили год А ты соблюдаешь какую-то разнообразную технологию, да, что были представлены на месте? А здесь вот, здесь у нас блочные дома из газобетона, из керамики Панельно-каркасный, каркасный дом, СИП-панели Газобетон D300, D400, D500, как, что утеплено Значит, какие у нас там панельно-клееный брус, СИП, что я еще не сказал В общем, здесь много всего, вот все, что популярное, оно все есть Но я скажу про другое, друзья Вот тем, кто смотрит, поверьте Выбор технологии строительства, он должен идти не от вас А он должен идти от строительной компании Вы должны выбрать строительную компанию, которой вы поверите Потому что из любой технологии, которая здесь представлена Вам могут построить плохой дом Точно так же, как из любой технологии, вам могут построить хороший дом На качество дома влияет два фактора Точно не технология строительства Два фактора Первое, это кто строит И второе, что будет внутри дома Это очень важно Не важно, из чего стены Важно, на чем ты спишь, чем ты дышишь Какая у тебя мебель, как бы, вот это важно Ты имеешь в виду систему вентиляции, Брэйта? В том числе вентиляции, конечно, которую здесь можно увидеть Она здесь разная, дорогая, недорогая, абсолютно все Очень важно, понимаешь, строители на рынке, вот в интернете Они конкурируют со своими конкурентами за цену А мы демпингуем, а мы вот сделаем вот так, а мы сделаем и так Вот здесь никто не будет конкурировать ценой Здесь конкурируют все своим качеством Здесь каждый хочет показать, что он может сделать Насколько он лучше это может сделать И клиент уже выбирает, надо ему это или не надо Потому что человек может Ему посадил в голову, что деревянный дом – это экологичный дом Но я тебе скажу, что дом из сип-панелей С системой вентиляции и рекуперации Будет гораздо лучше, чем дом из рубленого дерева без вентиляции Это факт В разы будет лучше Я живу в доме из бревна без вентиляции Душ Подтверждаешь, да? Конечно, вот этот бред дышит Это вот все это Не дышит Не дышит он Дерево прекрасно Это прекрасный строительный материал Я очень люблю дерево И рубленый, и цилиндровку, и клееный брус Но это всего лишь строительный материал, которым нужно уметь работать Да И далеко не каждая компания может уметь с этим материалом работать А вот про технологии Рынок все равно шагает Ну, конечно, людям хочется предложить что-то новое Ты замечаешь? Что-то, может быть, новый материал, может быть, новая методика Что-то происходит интересное Новое всегда есть, всегда приезжают с чем-то новым А давай вот у меня новый такой брус А у меня такое, у меня такое Я, если мне хочется что-то показать новое В то, что я верю Я вкладываю свои деньги, строю Я рискую своими деньгами, да? Деньгами, деньгами Значит, есть фанатики, которые изобрели какой-то брус Там мега-супер-пупер теплый Там внутри пенопласт, да? И рассказывают о том, что будет это все здорово Вопросов нет, построи это дом, покажи людям, как бы, и все Но если ты не строишь, почему? У тебя нет денег, ты живешь в своей квартире Если ты веришь в свой продукт, продай квартиру, построи дом Как бы людям покажи и строй дальше, да? Человек не продает квартиру, потому что он не очень верит в свой продукт Вот я здесь отношусь так, что я не впариваю никакие материалы Я показываю то, что я называю Open Village Это зеркало, это отражение рынка и окно в ближайшее будущее То есть те компании, которые верят в свой продукт Они вкладывают свои деньги и показывают это А те, которые привыкли работать по одной технологии Вот дом из газобетона, да? Прекрасный дом, блок D300, когда еще он был у компании Тонг Вот, сейчас его нету Вот они построили это, назовем уже классика Потому что дома из газобетона, это вот первое место Ой, дома из блоков, вот так будет правильно сказать Первое место, это дома из блоков Второе место, это каркасное Статистика, да? По статистике, да И третье место, вообще это дерево Но вот сегодня я с удивлением услышал Оцеан у нас на мероприятии рассказал Что, по-моему, на пятое место вышел СИП-панели Вышли, преодолев, как бы, обогнав клееный брус Удивительно, но на самом деле это абсолютно понятно Потому что дерево сильно выросло, да? И люди пошли в экономию сейчас Вот, в любом случае, повторюсь По любой технологии можно построить хороший дом Понятно Вот это вот только так и не как по-другому Как потребителям, клиентам? Вообще, это надо заранее как-то в очередь вставать Я хочу купить дом, который будет представлен на выставке Open Village, потому что шикарная же скидка Чуть ли не по себестоимости они делают дома Тем людям, которым повезло узнать о проекте Open Village до его начала Вот сейчас мы будем делать 23-24 год Люди, это на Истринском водохранилище Это по Новой Риге, через Истру По-моему, ну, 68 километров, скажем, 70, да? Значит, для кого-то далеко, для кого-то недалеко Ключевой момент 500 метров до Истринского водохранилища Таких мест очень мало Это лесные участки Вот кому это направление интересно Они звонят в Open Village Они говорят, ребят, мы хотим посмотреть территорию Они едут туда, выбирают участок Я им даю пул строителей, которые готовы строить за деньги клиента По себестоимости для клиента То есть на практике люди, которые... Вот первая семья, которая поверила в Open Village в 17-м году Она тогда по тем ценам сэкономила 4 миллиона рублей По идее, сейчас больше даже Сейчас, конечно, это больше Но эта семья уже живет сколько с 17-го года, да? Это... Ну, я очень уважаю их, потому что это первый конечный потребитель, который поверил в Open Village своими деньгами Это очень важно Ну да Вот, поэтому те люди, которые... Здесь, конечно, уже половина домов, она так именно строилась Потому что люди узнают, приезжают, им нравится Они говорят, да, давайте, как бы я им даю тех партнеров, в которых мы уверены Вот они делают Ну, опять же, возьмем Бурстрой Построили под клиентов, как бы, да? За деньги клиента Это, наверное, уникальное место для строителей Когда ты строишь за чужие деньги Ты... Это, наверное, это больше не для тех, кто для клиентов А для тех, кто на продаже То есть компания строит дом Туда, по себестоимости, да? Считает себестоимость Дом, там, например, 15 миллионов Заплатил Владу за участие 700 тысяч 15-700 Офис за два года потратил, предположим, миллион, да? 16-700 Он выставляет за 20 Продает за 20 Он заработал, отбил все свои затраты И набрал клиентов на два года То есть для строителей, ну, наверное, вообще нету нигде Такой возможности участия Сколько участников в этом году? 22 домовладения А вообще участников гораздо больше Потому что многим строителям не хватило земли И они участвуют стендами Стендами? Да Мы видим Сорян, ну, то есть Сейчас нельзя сейчас Извините Сорян под санкцией Спасибо вам большое Всех благ Взаимно Спасибо большое Всего хорошего, ребят Спасибо за субтитры Алексею expertise Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»